Три поражения подряд объединяют команды, сыгравшие в минувшие выходные. Химки Подмосковья приняли на своей площадке Новосибирск. Именно этот соперник в прошлом году не пустил химчан в плей-офф Суперлиги. Тогда команды шли друг за другом по пятам. Вот и в этой игре получилась примерно равная борьба. Начиная с первой четверти, команды поочередно отличались результативными бросками. На протяжении всего отрезка времени химчане опережали Новосибирск всего на два очка. Во второй четверти соперники поменялись ролями и догоняли уже химчане. На протяжении всей встречи отрыв не превышал семи очков. За три минуты до окончания матча химчане сравняли счет 65-65. Однако тут желто-синих постигла неудача. Команды играли жестко и к последней минуте накопили много фаллов. Соперник успешно реализовал броски. А вот у химчан не получились ни штрафные, ни подборы. В итоге 72-80. Четвертое поражение подряд. Вышли и были не заряжены на игру. Были хорошие моменты, но 16 подборов на нашем счете, 14 потерь с нашей стороны. Поэтому когда такие показатели, сложно вообще на что-то рассчитывать. Тут пришли новые игроки. И очень много у нас, минус 5 игроков прошлогоднего года, пока еще не влились, как сказать, в команду. То есть сейчас я вижу, пока у нас играют индивидуально. То есть как больше там есть Косаткин, есть Евстигнеев, там есть там, сейчас сегодня был Десятников. Где-то все больше один в один за счет этих действий они там набирали свои очки. А командной игры такой не было показано. Что все двигаются, все дают друг другу передачу, не жалеют. Скидка, скидка, бросок. То есть к этому стремимся. Надеюсь, что поймут со временем. Следующий матч 4 ноября химки Подмосковья проведут в гостях у команды «Спартак-Приморье» из Владивостока. Акция «Спартак-Приморье»?